Всем огромный привет! Поговорим сегодня о влоге канала Лена Лайв. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и присоединяйтесь к телеграм-чату. Ссылка в описании. Лена пошла на эту самую распродажу, так сказать, да, вот кот в мешке, 70% скидка, покупайте не глядя, ну и так далее. Да, Оксана там была, в принципе, обо всём этом мы уже говорили в взоре влогов Оксаны. Но хочу отметить то, что если Оксана была такая излишне взбудораженная, то Лена крайне спокойно к этому отнеслась, что явилась выгодным отличием от поведения Оксаны. Тут можно Лену только похвалить. Да, молодец, правильно сделала, что не поддалась на вот это вот всё и вела себя крайне спокойно. Как-то вот так чинно, благородно. Ну да, молодец. Бывает и такое. Всё-таки не всё потеряно ещё в случае Лены. А вот Оксана там вообще, конечно, да. Ну, в принципе, об этом мы говорили в обзоре влогов Оксаны, как я уже заметила. Лена после того, как она была на этой так называемой распродаже, купила она в магазине 30 яиц. И купила она масло сливочное. Говорит, вот я купила со скидкой. Я понимаю прекрасно, мол, что, возможно, тут вообще никакой скидки нет. Просто так написали. Возможно, это и есть настоящая стоимость масла. Там 300 рублей, да. Возможно, никогда оно 400 и не стоило. Но всё равно человек видит слово скидка и бросается сразу покупать. Говорит, да, маркетинговый ход. И Лена тоже на это поддаётся. Но вот эту тележку она даже не подумала купить. Потому что правильно она заметила. Очень много там того, что не нужно человеку. Разве что только вот если действительно угадать. Да, вот просто случайно купить то, что тебе, в принципе, так нужно. Но это бывает крайне редко. В основном, конечно, магазин избавляется от неликвида подобным образом. Пирожные Лена купила какие-то. Говорит, вот не могу отказаться от сладкого. Знаю, говорит, что это вредно и не полезно. Но, тем не менее, не могу никак отказаться. Ну, да. Если ты понимаешь, что это вредно и не полезно, то как-то можно уже сделать над собой волевое усилие. Взять себя в руки и хотя бы на какое-то время отказаться от сладкого и мучного. И результат будет. Пусть не сразу, но будет. Но у Лены и сила есть, и воля есть. А вот силы воли у Лены нет. Купила она какие-то консервы и чечевицу. Говорит, хочу приготовить чечевичный суп. Думаю, ну, молодец. Сейчас мы посмотрим, как Лена его готовит. Да, показала вроде как сам процесс. Как сказала бы Оксана. Молодец. Приготовила супчик. То есть, такой вот хозяюшка себя проявляет. Но, опять же, вы знаете, вот она пришла, вывалила всё это, да, все свои покупки. На стол, на столе две салфетки. Для неё и для Вани. Почему? Потому как третий нет для Андрея. Хотя Лена и говорит, что вот третий член семьи у них появляется. Или просто гость какой-то. В общем, третий и док, так сказать, за столом у них появляется. Но крайне редко. Ну, так, обещала купить салфетку. Тем более, они недорогие. Купи, постири, пусть будет. Нет. Ну, то сейчас мы не об этом, конечно. Вот все продукты, которые она купила, она вывалила прямо на стол. Прямо на эти салфетки. Думаю, нормально так потом и на эти салфетки. И хлеб будете класть, и вилки, и ложки, и ну, и так далее. Ну, не совсем это, конечно, нормально. Хотя бы салфетки убрала бы, а стол потом протёрла бы. Ну, видимо, это не вариант Лены. Очень сомневаюсь в том, что Лена эти салфетки простернёт. Ну, или хотя бы вытряхнет. Наконец-то пришла долгожданная картина. Та самая, которая должна была быть подарена папе на его день рождения. И вот Ваня вынимает эту картину из упаковки. И Лена говорит, вот была там небольшая заминка у них. Не работали никакие мессенджеры. А теперь вот хорошо всё исправилось. Была какая-то такая вот нехорошая ситуация. Но это было недоразумение, мол. Ну, да. Будем надеяться, что действительно это так. И вот Ваня, наконец-то, открывает. Ну, или, как сказал бы Оксана, вскрывает коробку. И нож, которым он открывал эту коробку, он бросает на диван тут же. Лена, да, меня в очередной раз удивила в этом блоге. И она говорит, Вань, ну что ты делаешь? Ну, разве так можно? Зачем ты бросил нож? Во-первых, даже не надо бросать. Ну, а во-вторых, почему на диван? Ну, как-то сделала замечание, да. Но не добилась того, чтобы Ваня взял этот нож и унёс, не знаю, куда-нибудь. На кухню или, в общем, туда, где место этому ножи. Вот, ну, уже хотя бы хоть что-то Лена стала говорить Ване. Хоть какие-то замечания она ему начала делать. Это уже хорошо. Для Лены, ну, и для Вани тоже, это уже огромный шаг вперёд. И вот Лена говорит, эту картину, мол, надо подарить родителям. Думаю, нормально так, ты вроде как папе собиралась дарить, а теперь родителям. И вот, вы знаете, на этой картине нет ни Юры, ни Андрея. Там только мама, папа, Лена, Оксана и Ваня. Всё, больше никого нет. Лена говорит, это наша семья. Ну, да, очень интересно как-то вот у них всё. И, говорит, это фото со дня рождения Оксаны. И я так посмотрела, Лена впереди, такое ощущение, что день рождения Лены. Вот на первом плане, да, Лена. А там дальше уже далеко где-то мама, папа, Оксана, Ваня где-то там посерединке. Ну, опять же, в принципе, как-то вот всё очень странненько у них. Лена всегда на первом плане. Почему она никогда на заднем плане не бывает? Вне зависимости от того, что это за праздник. День рождения Лены, день рождения Оксаны, день рождения мамы или папы. И Лена всегда впереди. Вот Лена должна сказать, я есть, посмотрите, вот она, я, я, я. Вот что это такое? И неужели Лена не понимает, что вот когда она на переднем плане, то всё внимание, понятно, приковано к ней в первую очередь. Да, а дальше уже ко всем остальным членам семьи, к остальным людям, которые вот на фото. Но Лена не понимает того, что, да, действительно, она не дюймовочка, и это всё-таки надо скрыть. А скрыть как? Отойти подальше. Отойти подальше от камеры. И тогда как-то ситуация может быть и изменится в лучшую сторону. Правда ведь? Правда ведь. Вообще лучше туда, всем членам семьи, всем людям, которые фотографируются, встать подальше от фотографа. Но Лена, видимо, этого не знает или знает, но не хочет понимать и принимать. Поэтому она должна быть впереди планеты всей. Зря она это делает, понятное дело, да, потому как она и так не маленькая, а ещё вот показывая себя во всей своей красе, ну, так себе, конечно, затея. Но, видимо, всё-таки Лене не хватает внимания. Поэтому она себя везде должна как-то вот обозначить, что она и делает. Она должна всего миру заявить о том, что она есть. Всё-таки Андрея в её жизни нет. Да, к сожалению, но это так, да, нет у неё мужчины. И она хочет привлечь к себе внимание, в том числе и внимание мужчины, но, к сожалению, пока всё это у неё плохо получается. Ваня на этом фото тоже есть, как я говорила, да, тоже ребёнок присутствует. И Лена замечает, Ваня тут совсем другой. Да, ну, правильно. Во-первых, это фото было сделано пару-тройку лет назад. Ваня был, во-первых, помладше, во-вторых, похудее. Ну, будем называть вещи своими именами, да. Не то, что сейчас, он как-то вот изросся, Ваня, и вширь, и ввысь. Ну, а вот на фото ещё Ваня, да, видно, что ребёнок, действительно. И Лена замечает, ой, какие гладкие лица. Немного на себя, мол, мы тут не похожи. Ну, понятное дело, у тебя же такие фильтры в твоей камере, в твоём телефоне. Такие бешеные фильтры. Понятное дело, ты же фотографировала на свой телефон. Ведь, как сказал Ваня, это фото прям вот заставка твоего телефона. И, понятное дело, все отфильтрованные. Поэтому и лица такие вот гладкие. И немного на себя даже не похожи члены семьи. И вот Лена, наконец-то, приготовила чечевичный суп. И говорит, вот, но не все в нашей семье любят такой вот суп, какой Лена приготовила. Андрей, например, любит протёртый суп. О, Боже, думаю, Лена. Ну, накидывай ещё. Что ещё Андрей любит? Чеснок любит, огушу любит. Теперь вот супчики протёртые Андрей любит. Для чего она создаёт такой странный какой-то образ Андрея? Я не понимаю. А для того, чтобы на его фоне казаться лучше, чем она есть? Ну, не знаю, не знаю. Мол, Ваня поест нормальный, вот такой обыкновенный, да, суп. А вот Андрей будет себе, я не понимаю, то ли вилкой всё будет разнать, то ли блендером как-то будет этот суп пюрировать. Я не знаю вообще, как Андрей это будет есть. И вообще я очень сомневаюсь в том, что Андрей действительно есть. Вот в тот день, когда вот Лена Стималовок, что Андрей даже вот на две минуты зашёл к Лене в гости. Очень сомневаюсь в этом. Ну, а если действительно он любит только супы-пюре, то, ну, не знаю, не знаю. Действительно как-то странно. Какие-то странные вкусовые пристрастия у мужчины. Ну, согласитесь. Мясо не ест, любит чеснок, агушу любит и протёртые супчики. Странно как-то всё. Ну, вот таким вот получился у меня обзор в новый канал Алина Лайв. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok